Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые видео. И сегодня мы с вами найдем ответ на вопрос, какие же шторы подойдут к бежевым обоям. Бежевый цвет считается классическим и это нейтральный спокойный оттенок, который имеет множество красивых полутону. Об этом я уже рассказывала в своих предыдущих видео. Ссылку вам оставлю внизу под данным видео в описании. Если у вас в интерьере обои теплого тона, например, с каким-либо персиковым, либо желтоватым отливом, которые наполняют помещение как бы светом, делают его более уютным, тогда сюда можно смело выбирать вариант штор шоколадного оттенка. Такое сочетание создаст очень благородный и элегантный интерьер в вашей комнате. Но при этом, конечно, нужно учитывать размер вашего помещения. Темные портьеры, безусловно, будут уместны лишь только в просторной гостиной. Если комната маленькая, то давайте искать другие варианты. Возможно, в вашем интерьере красиво будут смотреться с бежевыми обоями шторы, которые имеют вкусный оттенок капучино с розоватым отливом. К бежево-желтому оформлению стен можно подобрать, например, занавески какого-то очень теплого коричневого цвета, светло-коричневого. И сюда же тоже можно отнести обои, которые имеют бежево-золотистый оттенок. И в последнем случае можно рассмотреть, например, какой-то золотистый рисунок на ткани для штор. Желтые шторы не ярко выражены, а именно приглушенный желтый цвет дадут ощущение какого-то такого пространства в комнате. И особенно красиво это будет смотреться, если у вас обои, например, стены выполнены в какой-то принт цветной. А шторы желтого цвета будут однотонные, приглушенного оттенка. Когда возникает вопрос, какой же тюрь выбрать, то, безусловно, если вы выбираете белоснежную ткань для гардины, то в любом случае вы не проиграете. Ну, а уже выбирать молочный оттенок, например, или цвет шампань, это все, конечно, индивидуально, опять же, нужно рассматривать. Конечно же, не забывайте о том, что бежевые оттенки имеют как холодную цветовую гамму, так и теплую. И если, например, у вас комната выполнена в холодных бежевых оттенках, то очень хорошо будет сочетаться оттенок пыльной розы, которую вы возьмете за дополнительный цвет для ваших будущих шторм. И каких-то, может, декоративных подушек, покрывал и так далее. Пыльная роза – это, если говорить простым языком, как мы называем, грязновато-розовый цвет. Также неплохим вариантом станет и нежно-фиолетовый цвет ткани. И занавески светло-бирюзового тона в сочетании со светлыми овоями бежевого цвета создадут в вашей комнате атмосферу такого песчаного пляжа. И примерно такой же эффект можно получить, если вы выберете нежно-голубые шторы. Прекрасно для спальни в бежевых тонах, которая выполнена, подойдут фисташковые шторы. Если ваша комната выполнена в классическом дизайне, то к бежевым обоям, к бежевым стенам подойдут бордовые или коричневые портьеры. Как выбирать правильный рисунок для будущих, например, штор или напольных покрытий, подушек, мебели и так далее, мы будем говорить с вами в других видео. И не забывайте о том, что не только сочетаются два оттенка в комнате, а можно еще дополнить и третий, и четвертый, и даже пятый. Об этом я тоже уже подробно рассказала, и на примере диаграммы учу вас самостоятельно подбирать эти цвета. Зайдите, пожалуйста, посмотрите. Пусть ваш дом будет уютным. С вами была я, Ксения. Пока!